Анастасия – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Сейчас кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Она одна из тех, кто оборудовал тренажерный зал в подвале дома на Малахова 44. Я вам скажу честно, что я занималась в разных залах, в том числе сейчас тренируюсь Федерацией Алтайского края по тяжелой атлетике. У нас помост там хуже. И этот зал давал возможность мне, другим жителям, детям, приобщаться к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни одних мешал другим. Поэтому появились жители, которые стали выступать против тренажерного зала в подвале дома. Почти в один голос они говорят – спорт, конечно, хорошо, но… Все их железяки, как они кидают, там не знаю, что снаряды, и они когда падают, у нас аж все содрогается. И мы все это слышим. Также активно против тренажерного зала выступает председатель товарищества собственников недвижимости и члены правления. Только они, судя по словам председателя, уже исходят из соображений порядка и безопасности. Нет реестров, бюллетеней голосования. Нет проекта согласованного с различными инстанциями, инспектирующими органами. Вообще подвал – это то, это не песочница, это то место, где сосредоточено все основное инженерное оборудование. В подвале побывали эксперты из жилинспекции и выписали предостережение, в котором говорится не о закрытии зала, а о том, чтобы из помещения убрались строительные материалы и устранили нарушения, например, изолировали проводку. Кстати, бывший председатель товарищества собственников тоже был одним из организаторов спортзала. Он уверен – любители спорта легко могли бы устранить неполадки. Несмотря на это, попасть в зал те, кто его оборудовал, не могут. Этому препятствует нынешнее правление ТСН. Хотя, по словам юриста, к которому мы обратились, закрывать зал не было причиной. И более того, для его существования даже не нужны кипы документов, о которых говорят те, кто против зала. И самое главное, наверное, это является необходимость проведения общего собрания, в котором бы данное помещение было либо реконструировано, то есть проведен какой-то текущий ремонт по решению 51% собственников для пользования собственников данного дома. То есть, например, в виде спортивного зала была бы сделана реконструкция. Получается, чтобы спортзал функционировал, нужно согласие большинства собственников. А вот смогут ли они договориться? Вопрос пока открытый. Андрей Дриер, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.